Приветствую вас, дорогие скорпионы. Благодарю вас за то, что вы снова со мной. Давайте посмотрим, каким же будет апрель 2022 года для вас и как он проиграется в различных сферах вашей жизни. Вы в апреле месяце, ваш архетип, кем вы будете себя ощущать? Внешние, общие энергии, работа, финансы, личные отношения. Что или кто будет полезным вам? Что пойдет вам на пользу? Кто или что поможет вам в достижении ваших целей и получении желаемых результатов? Ваше эмоциональное состояние? Внешние обстоятельства, которые будут влиять на вашу жизнь? Это экономическая и политическая ситуация в стране, а также влияние ваших родных, близких, друзей, коллег. И советок карт. Вы в апреле месяце. Король Пентакли. Данная карта говорит о том, что в апреле месяце вы будете заняты своей карьерой, бизнесом, решением семейных вопросов и поиском стабильности, стабильности и комфорта для себя. Опять же, для кого-то здесь может проиграться по данному сочетанию карт желание легких денег. Поэтому некоторые могут рассматривать и этот вариант. Хорошо, общая энергия месяца. Двойка мечей перевернутая. Данная карта говорит о том, что вам нужно будет принимать какие-то решения. И порой какое-то решение, любое решение лучше, чем полное бездействие. Опять же, будут пересматриваться те решения, которые вы приняли раньше. Может прийти осознание того, что какое-то решение было неправильным. И нужно вернуться к начальному этапу, проанализировать ситуацию по новой и принять какое-то другое решение. В любом случае, карта говорит о том, что состояние, когда вы пытаетесь отсидеться, ничего не решать и надеяться на то, что вопрос разрешится сам по себе, эта ситуация уходит. Вам придется все-таки определяться в плане решения. Делать выбор. Работа. Тройка пентаклей перевернутая. Данная карта говорит о том, что если есть работа, то в принципе это может быть работа, которая вам не нравится. Если, например, вы учитесь, возможно, нет желания вкладываться в учебу. Для кого-то может проиграться эта карта так, что вы выбрали не свою профессию, скажу так. То есть занимаетесь делом, которое вам не нравится, нелюбимое дело. Для кого-то может проиграться то, что учитесь, а на самом деле вам нужно уже преподавать. Ладушки, у нас у всех разные ситуации, поэтому давайте смотреть, как проиграется для тех, кто работает по найму. Семерка чаш перевернутая. Данная карта говорит о том, что если вы находитесь на том рабочем месте, которое вас не устраивает, оно может не устраивать, например, по зарплате, может не устраивать по самой сфере деятельности, может прийти осознание того, что нужно заниматься чем-то другим, что вы хотите заниматься чем-то другим, и будете принимать решение по этому поводу. Уходы с работы я здесь не вижу по данным картам, но как решение, как определение своего будущего уже проигрывается. Для некоторых может проиграться тот момент, что на работе скажут, а вот не хочешь попробовать заниматься вот этим вот. Либо может быть мы тебе поменяем обязанности, и вместо вот этого будешь делать то еще. И вы будете думать и принимать решение, соглашаться или нет. Для тех, кто ищет работу паржмичей, данная карта достаточно хорошая. Она говорит о том, что да, будет время собеседования. На собеседование однозначно здесь вас позовут. Поэтому в плане резюме сделайте все возможное, чтобы оно было конкурентоспособным. Но собеседование, да, проходит. И трудоустройство тоже, да, проходит. Хорошо проигрывается для тех, кто идет на какие-то начальные позиции. Например, закончили институт, университет, ищите работу, пытаетесь трудоустроиться. Прекрасная карта. Если у вас свой собственный бизнес, по данным картам, вы знаете, развития бизнеса нет. Возможно, в силу каких-то внешних обстоятельств, а также принятых решений, которые повлияли таким образом, что развитие бизнеса становится невозможным. По данным картам здесь может проиграться приостановка бизнеса, отсутствие прибыли по бизнесу. Возможно, были приняты какие-то решения, которые проигрались не в плюс, а в минус здесь в плане бизнеса. Соответственно, будете заниматься этим вопросом. А что по денежке? Четверка кубка. В принципе, карта неплохая. Деньги какие-то будут. Но опять же, вы будете ощущать, что этого недостаточно для того, чтобы покрыть все ваши нужды. В плане отношений. Шестерка пентаклей. Замечательная карта. Данная карта говорит о том, что у вас есть поддержка. Поддержка вашего партнера. Поддержка родных и близких. Если здесь нужна финансовая поддержка, вы тоже ее получите. Если у вас будут просить денежки ваши родные и близкие, вы тоже можете оказать эту поддержку. Опять же, поддержка может быть не только финансового плана. Здесь вы можете помочь советам, своим временем, сделать какую-то работу, оказать моральную поддержку для родных, для близких. Поэтому давайте смотреть. Если вы находитесь в браке либо долгосрочных отношениях, либо встречаетесь, но отношения в любом случае стабильного характера. Перевернутая звезда говорит о том, что на данном этапе в силу различных факторов, которые происходят вокруг, скажем, работа влияет на ваши отношения, какие-то ранее принятые решения влияют на ваши отношения, то в плане отношений здесь может проигрываться разочарование. Какого плана разочарования? Что загнали себя в какие-то рамки, из которых теперь выйти не можете. о чем речь? О том, что вы, например, можете зависеть от партнера финансово. И, соответственно, понимаете, что это не то, чего вы хотели в этих отношениях. Карты неплохие, но немножечко такие напряженные. Вот как вы нарисовали себе в голове одну картину отношений, а проигрывается совершенно по-другому. И поэтому вы немножечко начинаете переживать по данному вопросу. Может проиграться еще тот момент, что ваш партнер контролирует вас и говорит вам, с кем вы можете встречаться, с кем вы можете дружить, с кем вы можете общаться, а с кем нет. И, соответственно, вы здесь можете чувствовать себя некомфортно. Падышки, давайте посмотрим, а если вы хотите с кем-то познакомиться, что у вас здесь? Замечательная карта, двойка кубков. Вместе с шестеркой Пентаклей предоставится возможность достаточно интересного, перспективного знакомства. Знакомство, которое ведет к партнерству, и не побоюсь этого сказать. Кстати, может проиграться знакомство по работе, по бизнесу. Встретились с человеком, попили кофе, начали встречаться, и появились перспективы развития долгосрочных отношений. Поэтому поздравляю вас здесь. Прекрасно все. Падышки, давайте посмотрим, что ждет тех, у кого нестабильные отношения. То сто рестей, то меритесь, то сходитесь, то расходитесь. Что у вас здесь? Пятерка Пентаклей перевернутая. А вы знаете, у вас здесь неплохо. У вас проходит момент выхода из кризиса. Хорошо, давайте посмотрим, в какую сторону здесь в данном случае это все повернет. Вы знаете, здесь может повернуть именно в сторону разрыва отношений. Проигрывается этот вариант, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. То есть, по данным картам, желание выйти из этих отношений, потому что только выйдя из этих отношений, вы сможете преодолеть этот кризис в этих отношениях. Хорошо, а что же вам поможет либо кто вам поможет? Старший аркан-отшельник говорит о том, что стоит уединиться. Возможно, для кого-то ретрит пойдет на пользу, медитация. Это нужно для того, чтобы проанализировать свою жизнь и определить, за чего вы хотите. Наметить план на будущее и отказаться от всего того, что не работает, от всего того, что не помогает вам. Именно проанализировав свою жизнь в данном случае, свои поступки, признавши себе в правде вещей, признавши себе во всем том, что есть на самом деле, не приукрашивая, возможно, будет приобрести внутреннюю мудрость и принять правильные решения. Ваше внутреннее эмоциональное состояние семерка жезлов. Данная карта говорит о том, что вы готовы отстаивать свои границы и бороться за все то, во что вы верите. По данной карте, кстати, проходит достаточно уверенный человек, человек, который уверен в своей правоте, уверен в достижении намеченных целей, человек, который борец по своей природе. И даже вот видите, если у вас есть какие-то конкуренты, вы заведомо занимаете более высокую позицию. Несмотря на то, что их больше, вы в более выгодном положении и сможете добиться того, чего вы хотите. У вас очень сильный характер в данном случае. И вы настроены решительно, настроены на победу здесь. Однозначно. А внешние обстоятельства, что у вас здесь, старший аркан маг, он говорит о том, что для того, чтобы вам добиться ваших результатов, нужно будет общаться и общаться правильно. Опять же, здесь нужно уметь доносить свою мысль до других людей, потому что пока вы не озвучите какие-то свои моменты, свои решения, ничего не проиграется. Человек может не догадываться о ваших желаниях. Чтобы манифестировать желаемое в свою жизнь, нужно правильно поставить задачу. Вот этот вопрос проигрывается еще. Опять же, в плане внешних факторов здесь придут достаточно хорошие позитивные новости для вас, которые проиграются вам в плюс. И совет от карт для вас. Рыцарь мечей. Достаточно интересная карта, которая говорит о том, что для достижения целей возможно вам придется пойти на какой-то конфликт. Давайте посмотрим, чего это будет касаться. В данном случае здесь вопрос проигрывается именно семьи, личных отношений, брака и так далее и тому подобное. Есть семейные вопросы. Для кого-то здесь проиграется развод, к сожалению. Для кого-то проиграются конфликты в семье, отсутствие взаимопонимания в семье. Для того, чтобы решить этот семейный вопрос, вам, возможно, придется идти на конфликт. Для того, чтобы отстоять в этих отношениях свои интересы. Поэтому данная карта говорит, что если нужно идти на конфликт, если нужно отстаивать свои интересы, не бойтесь это сделать. Ну что же, скорпионы, благодарю вас за просмотр этого видео. Пишите мне, как проигрывается либо не проигрывается для вас этот расклад. Отakteе MIXC АВКЛОДОМАНГИ to